Приветствую вас, мои дорогие воришки, на канале Play at Home. Продолжаем с вами обносить и подчищать улицы и дома честных граждан, да? Значит, что? Хотя в данной улице под вопросами. Я по ней проехался, ребята, здесь просто что-то нечто творится. Я вам сейчас пройду, покажу. Вы просто офигеете. Здесь действительно есть над чем офигеть. Я тут прокатился, буквально посмотрел, что из себя представляют доменьки. Это просто чертова бомба. Да, это новая улица, называется Наричи. У нас с вами будет сейчас здание по тому, что надо доставить коробку вот в этот дом. Я примерно так вокруг него прогулялся, не стал в него заходить. Вместе с вами поэкспериментируем и попробуем. Единственное, что я подсветил тут камеры и успел подхватить людей, чтобы примерно понять их график. Все остальное уже, естественно, не тронуто. Единственное, только да, повторюсь, мы сначала с вами проедем и посмотрим, что из себя представляет сама улица. Она очень жирная. Здесь не так много домов, но они огромные, они с охраны. И самое что интересно, здесь охрана не только электрическая, какие-то там навороченные системы. Здесь еще и есть люди-охранники. Они ходят, патрулируют территорию, то есть это прямо мега круто. Значит, начинаем с 201-го дома. Достаточно большой дом, двухэтажный, в принципе, большое количество окон. Можно забраться, можно полутать, посмотреть. И как нам подсказывает игра, здесь всего лишь два человека живет. Но есть некий нюанс. Здесь, я так полагаю, большое количество электроники, потому что даже при самом входе, вон у нас бросается уже пачка камер. Плюс, кстати, есть гараж, значит, там есть автомобиль. Кстати, я так полагаю, здесь, наверное, тачки вообще будут мега крутые. Нам надо будет обязательно посмотреть, что они из себя представляют. Блин, в горку еле-еле поднимаемся. Мы можем угнать все, что угодно. Мы можем вытащить почти все, что угодно. А тачку мы себе намутить пока никак не можем. Самое что интересное, у нас с вами стоит 86-й дрондулет в гараже. По сути, мы оттуда можем вытащить двигатель. Один фиг на него, пока заказов нет. И поставить его сюда, это было бы вообще круто. Это было бы прямо тачка на прокачку. Ладно, следующий дом, это у нас 207-й. Как раз-таки его-то патрулирует один из охранников. Я здесь успел заметить, их вроде 2 или 3 гуляет. Огромнейший дом, просто огромнейший дом. С большим гаражом, прям отдельно он стоит. Я так полагаю, там, наверное, даже стоит 2 машины. Но сюда забраться я даже пока не представляю, как у нас получится. Нам надо либо какие-то навороченные примочки ставить, либо какое-то новое оборудование покупать. Ну, потому что нахрапом сюда точно нельзя идти. С левой стороны у нас здесь непонятные какие-то сооружения, контейнера. Ну, какая-то хрень вообще. Аналогичный дом, 270-й. Это, наверное, один из самых больших вообще домов на этой карте. Почему? Потому что здесь дофига охраны, дофига разнообразных камер. Огромный гараж. И территория у него внизу занимает от 208 до 204. Вот туда вниз, куда вы смотрите, помните, по лесенкам. Это примерно все одно и то же здание. То есть оно действительно очень-очень большое. Ладно, поехали вниз. Ну, тачки, конечно, тут гоняют, в принципе. Ну, хотя машины тут у всех одинаковые. Рейндж-Ровер до Удюхи. Здесь не в этом прикол. Хотя самое интересное, что те машины, которые мы, по ходу, будем угонять, они по улицам спокойно не гоняют. 206-й. Вашингтоны. Наверное, один из самых, как мне кажется, халявных домов. Он, во-первых, маленький. Есть гараж. Минимум охраны. То есть нету никаких людей. Просто пачка камер стоит конкретно. Я заметил три штуки. Блин, я уже как профессионал начинаю. То есть, мне кажется, я даже сейчас в гости кому-нибудь пойду. Там в деревню или какой-нибудь загородный дом. Я сразу так буду ходить, смотреть. Ага, сигналка есть. Окей, камеры есть. Знаете, так уже профессионально такая фишечка начинается. 205-й. Шикарнейший тоже дом. Просто мега огромный. С охраной, с бассейном. Я даже не представляю, что находится внутри. Скорее всего, какой-нибудь дорогой антиквариат или что-то типа того. Но понятно, что дом не из нанотехнологии создан, предположим, как верхний. То есть, культура людей абсолютно разная. Но один фиг здесь, мне кажется, живут какие-то наши чиновники. Ну, потому что такие дома, ну, это прям просто бомба. И мы с вами возвращаемся к нашему 204-м. Мы сейчас тачку здесь припаркуем аккуратненько. Пойдем посмотрим. Пойдемте, точнее, я вам покажу, что тут у нас с вами имеется. В принципе, повторюсь, дом не сверх большой. Сейчас на данный момент у нас один человек находится внутри, второй шел на работу. Единственное, что здесь напрягает, большое скопление людей на входе. И нету, вот просто нету никаких альтернатив, как нам перебраться через этот сраный, извините за выражение, забор. Кроме как вот разве что по мусорному баку. Ну, блин, такой возможности просто туда нету. Но это чисто для того, чтобы спрятаться. Нам надо с вами проникнуть вот в эту комнату. И пока показывает цвет нам, да, желтый ромбик, надо убрать сюда нашу коробку. Как я себе это вижу, учитывая тот факт, что у нас, даже если мы возьмем наши заметки по 204-му дому, у нас дамочка живет здесь и мужик. Они постоянно гуляют из кухни в гостиный, там туалет. Ну, это он, да, ну, как мужики все по сортирам ходят, они там с планшетом, походу, на целый час уходят с 10 до 11. Вот. Кстати, если вы ходите в туалет с телефоном или планшетом, вместо газетки там и не читаете дезодоранты разнообразные, ароматизаторы, то поставьте плюс. Так, дамочка у нас тоже достаточно долго, походу, сидит в туалете, но она, видишь, либо спит, либо в гостинке. То есть, хотя, если честно, неизвестно, кто из них, кто парень или мужик. Но, судя по активности, наверное, мужик такой более подвижный. Плюс он уходит на работу, а дамочка нет. Значит, что? Правильно, мужик за... Кстати, да, ребята, смотрите, мужик работает всего лишь один час, походу, да? И он за один час зарабатывает столько, чтобы обеспечить себя, жену и этот сраный дом. Да. Ну, мы вернемся с вами к плану. В общем, я предлагаю добраться каким-то боком вот до этого окна. Здесь через дверь сквозную пройти в соседнюю комнату. И, соответственно, подложить коробку. Единственное, пока все это подставляет такой некий момент в том, что много людей... Кстати, смотри, людей никого сейчас нету. Серьезно. Надо срочно вскрывать. Надо срочно вскрывать. Надеюсь, успеем. Давай, давай, давай. Отлично. Закрываем. Я, правда, пока без понятия, где дамочка находится. Но у нас задача сейчас как можно быстрее будет просто пробежать под окнами и сюда свалить. Я реально не понимаю, куда она могла уйти. Мужика вроде тоже нету. Ладно, давайте будем потихонечку подкладывать здесь наши коробки. Так, ну что, достаем наш резачок и начинаем накручивать. Давай, 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 давай. Да блин, что ж такое-то? Во, готово. Достали. Открываем очень тихонечко окно. Очень тихонечко. Очень тихонечко забираемся. Естественно, на корточках. Игрушки мы брать ничего здесь не будем. Слушай, никого, походу, я пока не вижу. Сейчас что-нибудь заберем. У нас, в принципе, рюкзак покрепче стал. Мы пока в нас здесь ничего сверх такого не будем. Просто забираем и подкладываем. О, бабки, смотри. Коробку положили, это закрываем. Обратно. Хера себе. Слушай, а мы тут сможем что-нибудь посмотреть? Слушай, я не знаю, в идеале нам что-нибудь бы еще стырить. Блин, телефон, планшет. Серьезно, нас заметили ограбление. Надо срочно нас туда сваливать. Просто срочно. Но мы, наверное... Блин, мы, походу, не успеем. Хотя, может быть, мы и успеем. Знаешь, какая есть идея? Засвалить обратно в дом и просто замыкаться внутрь него. Правильно? Да. И ждем. Ходят, ходят. Слышно, ходят. Ствол достал, смотри. Блин, самое же интересное. Я так и не понял момента, что нас выдало. В комнате, типа, около окна мы засветились. Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Дурацкая была затея, на самом деле. Гулять по квартире, пытаться обнести ее средь бела дня, блин. Учит этот факт, что здесь окна все в просвете и куча людей ходит. Ладно, сейчас менты свалят. И мы потихонечку сюда тоже попробуем свалить. Слушай, а может быть, они уже потихонечку сваливают? Может быть, мы попробуем сейчас, раз уж такая пьянка началась, попробуем что-нибудь еще стырить? Этих людей пока никого не видно. А, вон мужик, смотри. Он, походу, запас нас. Он, походу, наш запас. Нихрена себе, но это наглость. Серый, это просто наглость твою маковку. Уходим отсюда. Однако мы людей хоть засветили. Однако мы хоть людей засветили. Наша задача, как можно быстрее до двери добраться. Вот сюда. Ах ты, сраная дверь. Давай, 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 давай. Однако мы... А мы, слушай, а мы полностью почти весь их график изучили. Уходим и закрываем. Отлично, отлично, отлично. Осталось только скинуть задание. Ну, одна звезда. Ну, даже не удивлен, даже не удивлен. Так, что, Винни, ты неплохо справляешься. В курсе? Да. Для следующей работы я хочу, чтобы ты получился обращаться с электроникой. Достигнуть второго уровня навыка электроника. Кстати, я разблокировал первый навык. Соответственно, мы с помощью ноута теперь можем сделать анлаки разнообразных вещей. То есть, если у нас будет телефон, планшет, все что угодно, мы можем спокойненько все разблочить. Там достаточно примитивная система этого все действия, но, однако... Так, ладно, что у нас по поводу навыка электроника? Электроника уровень 2. А, вот этот у нас получается, да? Нам не хватает еще одной очки навыка. Но нам с вами, получается, двигаться и заниматься воровством. Ну, давайте съездим в 206-й дом. Попробуем посмотреть, что у нас есть, в принципе, там. Но перед началом, естественно, посвятим нашего пластмассового товарища. Хоть маломальские вещи надо, но поскидывать в ваза. Эта гарнитура, кстати, неплохо она стоит. Даже очень неплохо. Все, а теперь можно на райончик ехать. Блин, мужика бы сейчас не сбить, иначе это вообще будет фейл. Сразу ментов вызовут, по-любому. Нет, нормально все, проехали. Так, у нас 206-й был, да? Небольшой домик. Хотя, если честно, я бы, наверное, в идеале бы еще бы 204-й до конца обнесся. А то совсем они зажирели. Хотя, ну, они дома сейчас все. А они сейчас все дома. Давай попробуем посмотреть действительно 206-й все-таки. Сейчас мы тачку здесь припаркуем. Прямо около территории. И попробуем найти какой-то альтернативный вход туда. Блин, там люди. Там люди прямо на улице, он гуляет. Черт. Не, ну это тогда будет плохо. Ладно, давай тогда сделаем обратно все-таки. Поехали в 204-й и до конца его туда уже подлутаем. Тем более, как туда уже заходить, мы сами знаем. Да? Да. Да. Тачку бросаем. И погнали. Погнали внутрь. Люди есть? Люди никого. Отлично. Давай, 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 роднули. Открываем. Закрываем. Пока я, правда, не знаю где... Ах ты, баба нас запасла походу, да? Нет. Не запасла. Она заподозрила что-то, но не запасла. Это радует, это радует, это радует. Здесь кто? А здесь никого. Нам хоть где-нибудь их слегка увидеть. Нету? Нет. Смотрим дальше. Вот, теперь мы знаем их. Так, ну они у нас, получается, сейчас будут находиться в доме все. Да? Будут ли они с утра уходить? Фиг знает. Но вот здесь, теоретически, можно было попробовать забраться и что-то по мелочи тоже повытаскивать. Давай только проверим по заметкам, где, соответственно, она у нас гуляет. Так, кухня, туалет, гостиная, гараж, кухня, гостиная, кухня. То есть она, в принципе, вот сюда, наверное, даже заходить не будет. А второй мужик, кстати. Ну-ка, второй у нас. Гостиная, кухня, туалет, спальня. Да, здесь он тоже, скорее всего, не будет заходить. Теоретически, мы можем сюда забраться, закрыть дверь втихаря и... Ну, давай попробуем, давай попробуем. Отлично. Тихонечко, очень тихонечко. Так, можно, кстати, и монитор отсюда забрать сразу же. Серьезно? Это была бы такая ловушка, это был бы песец. Окно мы открыли, но они жалюзи подвесили. Мне сейчас будут спать ложиться. Нет, здесь надо как-то до дня дожидаться. По-другому здесь просто не получится. Сбегал в машину. Чуть-чуть подождал. Сейчас они должны будут оба свалить на работу. А мы же с вами открыли половину следующего графика. Один, походу, уже уходит. И вторая, буквально, в течение часа тоже должна будет свалить. У нас будет часа два, получается, кармана. Для того, чтобы здесь все это дело быстренько обнести. Пока можно теоретически просто здесь окно уже подготовить. В смысле? Что за хрень? Так, ладно. Мы это достаем. И все равно заходим внутрь. Ну, неправильно как-то, это откровенно, я вам скажу. Да, да, да. Испугалась, блин. Херня какая-то. Стоп. Запалит, нет? Все-таки поспешил. Не надо было. Не надо было этого делать. Надо было полностью дождаться, когда она свалит из дома. Однако, менты все равно не успели посмотреть. Они подумали, что мы в окно свалили. Скорее всего, так оно и есть. Плохо. Что-то сегодня мне вообще не везет, на самом деле, с ограблением этого дома. Вот прямо постоянно попадаемся. Что дело не так? Наверное, скорее всего, просто тороплюсь. Ну, отлично. Машина сваливает. И житель у нас, походу, тоже сейчас покидает наш дом. Да, она ушла на работу. Все, теперь можно спокойненько здесь теперь что-нибудь это все дело залутать. Так, что, диски тоже можно брать? Серьезно? Это книжки. Дон, диски. Так, смотрим, что у тебя идут здесь. Кепка до баксы. Баксы забираем. В смысле? А, мы успели забрать. Сколько стоит лампа? Шесть долларов? Нет, мне не интересно. Дальше, что по квартире у вас здесь? Сейф. Серьезно? Вот это хорошо. Сейчас попробуем. Блин, стоп. Давай, 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 давай. Сейчас будет щелчок. Отлично. Пока время есть. Пока не торопимся. Ну, отлично, последний. Ты смотри, а. Прямо все внимание на эти полоски. Отлично. Открываем, что там у тебя находится. Что-то с полом происходит какая-то хрень. Так, больше ничего, серьезно? Это все, что у вас было... Да, ну вы такие. Я бы ком попробовал забрать. Интересно, сколько он будет стоить. Но единственный нюанс, что мы его с собой не затащим. А, мы можем его с собой затащить? Серьезно? Он у вас там поместился. Нормально. Так, здесь нихренашеньки нету. Это, как я, здесь тоже все пусто. Ладно, смотрим дальше. Смотрим кухню. Сколько стоит, интересно? 10 долларов, блин, нафиг. Картину. Картина тоже не самая дорогая. Зато мы теперь, как бы, знаем достаточно неплохо, как устроен тот дом. Что у нас есть тут? Хрень, хрень, тут не открывается. Кофеварка 10, 90 долларов. Блин, ну не знаю. 10 экспириенса. Конечно, можно это все дело забрать. Давай сейчас сначала посмотреть телефон. А, его не забрать, да? Отключить сигнализацию. Здесь еще сигналка включена? Серьезно? Скорее всего, на картине, наверное. Не будем тогда открывать ее. О, заблокированный планшет. Сейчас одно покажу, как разблокируется все это дело. Так, гараж. Что у вас в гараже? Хрена себе, у нее здесь гаражик. Нормальная тачка хранится еще. Гитара. Гитара нам нужна, а барабан нам, походу, с вами не забрать. Пусто, да. Пойдем еще в спальню быстренько проверим. Тут есть что-то интересное у тебя ценного? Скорее всего, нет. Ладно, погнали, погнали в спальню. Здесь что за дверь у нас? Это выход, походу, да, получается? А, нет, не выход. Это ванна у нас. Ну, навряд ли у них тут в ванне что-то происходит. Ить... Все главное аккуратно к окнам подходить, а то запалят. Забираем, забираем. Прикольная картина, кстати, офигенная, я даже сказал. Гарнитура. Комп. Еще один комп. Блин, ну еще один комп не влезет. При всем желании. Да, он не влезает у нас. О, гарнитурка, кстати, лежала. Не влезает. Так, стоп, надо сейчас что-то срочно выкинуть. Так, предметы, что у нас есть. Вот эту хрень давай выкинем. Бросим. Да? Вазу оставляем, а гарнитуру забираем. Все. А теперь надо уходить, иначе нас опять запалят, и это будет жопа. 8 долларов? Нет, не вариант. Ить. А мы, кстати, наверное, могли бы даже через дверь выйти. Хотя нет, если мы через дверь будем уходить, по-любому сигнал может сработать. А вот сейчас проблема. Сейчас проблема в том, что там находятся у нас люди гуляют. Большое достаточно количество. Они сейчас, наверное, ментов просто вызовут. Мы можем по-грязному очень выйти. Очень по-грязному. Ну да. Ну, ничего страшного. Ладно, блин, вот реально обидно. Реально обидно, что задания уже не перепройти, они зафейлены. Поэтому по чистогану уже это все дело не выполнить, к сожалению. Но, надеюсь, все равно, в принципе, вам было интересно. Даже не удивился, что маленький рейтинг. Давай сделаем следующим образом. Сейчас тебе скинем всякое барахло. Ваза, кстати, смотри. А почему он не хочет ее продать? Убери отсюда этот хлам. Серьезно? Ну, ладно, уберу. Так, это мы продаем. Это у нас заблокировано. Мы сейчас разблокируем. Нам надо будет к столу подойти. Так, за 200. Гарнитура. По 90. Дешевле джойстиков, кстати, реально. Тоже скидываем. Это оставляем. И погнали делать анлак. У нас для этого есть сейчас вот этот стол. Он у нас полностью рабочий. Выбираем теперь телефон спокойненько. И вот такая у нас получается игра. То есть, естественно, нам надо подать энергию с этой стороны до этой. Ну, здесь, естественно, на самом деле здесь все не так сложно. Тут потыркать это все за 2 минуты, в принципе, достаточно быстро проходится. Так, это нам... А, нам, получается, надо, чтобы был вход именно отсюда, да? Вот так вот, вот так вот. Отлично. Изи. Все, мы с вами получили телефон теперь. Проверим сейчас, чтобы у нас был разлучен. Да, телефон разлучен. И погнали посмотрим, сколько он теперь стоит. Надеюсь, около косаря что-нибудь. Типа, ну, 900 долларов. Слушай, очень даже неплохо, реально. Вот из-за того, что нам с вами приходится их открывать, эти телефоны, делать анлоки, да? Соответственно, эта стоимость у них поднимается. Жалко, что с вас за такая беда. Но вас мы сейчас все равно домой отвезем. И я думаю, как раз на этом моменте мы с вами, ребята, наверное, и закончим эту серию. Она получилась, как мне кажется, интересная, но слегка подзафейлена. Вот реально слегка подзафейлена. Может, из-за того, что слегка торопился. Но все равно я очень надеюсь на вашу поддержку. Воткните лайкосик. И обещаю, следующая серия будет, ну, прямо стелс, прямо стелс. Всех люблю. Не воруйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok